И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об альбоме, который я решил послушать и рассмотреть. Исключительные из соображений разнообразия в данном видеоблоге, в данном канале. Ведь среди всех возможных музыкальных жанров поп-музыка у меня остается все-таки одной из наименее представленных там среди других. Короче, я не ожидал, если честно, что данный альбом мне понравится, несмотря на то, что я не фанат тембра и подачи вокала данной артистки. В общем и целом, если вам хоть сколько-нибудь близок мелодраматичный поп с толковым сонграйтингом и взрослым эмоциональным наполнением, то я очень рекомендую его к прослушиванию. Короче, это Ариана Гранде, и это мой первый альбом, который я прослушал. Говоря откровенно, никогда особо не слушал Ариану от начала и до конца, но чаще видел на фитах у других поп- и хип-хоповых исполнителей. И да, как я и говорил изначально, мне не очень по душе, если честно, ее голос именно по тембру. Если говорить условно, то ее вокал уж слишком зачастую звучит надрывно, вот как-то так сказать, когда особенно нужно передать дополнительный драматизм своим голосом, и это уж очень-очень режет уши, правда. Поэтому, как вы можете догадаться, не имея никакого дополнительного бэкграунда касательно ее творчества, данный альбом Арианы вообще для меня не представлял никаких ожиданий. Альбом называется «Спасибо, следующий» в честь соответствующего трека под конец альбома, и я не могу сказать, что я как-то уж слишком концептуально альбом могу выделить среди всего того, что мы могли бы слышать среди других поп-релизов. Содержание и общий посыл – это мелодрама в различных ее ипостасях. Не знаю точно, но мне также кажется, что подобный посыл был подан и в предыдущих ее работах, вот честно. Опять же, чисто предположение. Хотя, я и не исключаю того простого факта, что именно в этой фразе «Спасибо, следующий» есть здоровый кусок личных переживаний и определенной биографичности, тем не менее, я не могу его назвать как прямолинейный стори-тейлинг из разряда рефлексии на тему тщетности любовных отношений и вообще тщетности бытия. И да, я понимаю, что текст именно вот титульного трека как раз и описывает любовные перипетии Арианы, где она подает текст в стиле «Я мало кого любила, второй надоел, третьего забыла», перечисляя своих бывших бойфрендов и всех остальных, с которыми как-то там не срослось, но остальные треки имеют намного более абстрактный текст, и он может быть применен практически каждому, кому знакомы внутренние конфликты и мелодраматичные метания из крайности в крайность. Например, если в треке «Imagine» поется о том, как хорошо и прекрасно было бы существовать в гармоничных и теплых отношениях, вот любовную, да, то уже к треку «Bloodline» поется как раз наоборот, что дословно, да, что я не хочу тебя иметь в своей родословной, да, если уж совсем притягивать, да, за уши адаптировать этот припев. Конечно, здесь нет такого какого-то там высокого уровня художественности, даже уровня какой-нибудь Ланы Далерей или Леди Гаги. Здесь больше упор поставлен на запоминаемость и максимальную понятность текста. Ну и потом, со стороны санграйтинга текст действительно врезается в голову, и как раз благодаря понятному, зацикленному тексту, и зачастую, естественно, в припевах, мы имеем реально сильные поп-баллады или такие себе поп-бенгеры, если это слово вообще применимо к поп-музыке. Тем не менее, самая сильная сторона альбома, опять же, для меня – это его музыкальное наполнение. Серьезно, я рад ему намного больше, чем всему остальному, и моя радость от прослушивания альбома как раз началась после первых трех треков, которые были намного, ну, вокало-центричными такими, если вообще есть такое слово. Хоть и в треке NASA уже и наметилась трэповая ритмика и построение по типу Ammonite Space, Ammonite Space. И да, как сами понимаете, трэповые биты треков Bloodline, Bad Idea и Seven Rings для меня сделали альбом действительно классным. Как раз именно грамотная комбинация между такими битами, которые, ну, далеко не всегда удачно используются в современной поп-музыке, если быть до конца откровенным, и вокалов Арианы работает очень здорово, ведь именно на таком равнозначном противопоставлении друг к другу вся музыка альбома и тащит, ну, реально здорово. В обратной же ситуации с треками Imagine, Needy, Ghosting идет такой перегруз, причем очень часто и очень быстро идет перегруз с довольно острыми вокалами Арианы, и это лично для меня не работает всегда хорошо. Хотя я прекрасно понимаю, что с технической точки зрения мне нечего предъявить вокалу Арианы. Радуясь, что таких односторонних вот в одну калитку треков было меньше, и в музыкальном контенте преобладало больше разнообразия, ведь большинство треков, опять же, звучат по-разному, но не в разнобой, да? Как раз это комбинация кочевости, хорошего мелодичного вокала, который особенно, да, хорошо сыграл в треке Seven Rings, когда Ариана спокойно и без истерик сделала, наверное, один из самых сильнейших припевов в альбоме. Ну и, конечно же, без триолик, то есть триольного флоу не обошлось, да, трэповый бит все-таки предполагает и располагает. То есть, в итоге мы имеем реально хороший поп-альбом, который и правильно подан в эмоциональном плане, без сальных и пошлых текстов, зато с хорошей кочевостью и мелодикой. Поэтому четыре из пяти. А на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться данным видео со своими друзьями и в вашем любимом паблике, чтобы нас было еще больше и все было еще веселее. А так, это все на сегодня. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok